Информационный пункт по набору на контрактную службу является пробным проектом и уже приносит свои плоды. Находится он на втором этаже торгового центра Эссен на улице Гагарина. Как говорят представители военкомата, многие нижнекамцы не хотят или не могут добираться до военкомата в поселок строителей. А тут все под рукой. Здесь люди могут узнать информацию. Это очень неудобно. Не надо специально ездить в военный комиссариат для этого. Они могут полностью всю информацию узнать о поступлении, о порядке поступления на военную службу по контракту и о порядке поступления в высшие военные учебные заведения. В армии идут служить не только мужчины, но и девушки. Например, Алена увидела пункт на магазине и загорелась желанием служить в армии. Тем более военные билеты у девушки есть. По специальности она медсестра. Меня привлекли льготы, которые предоставляются военнослужащим. Прежде всего это обеспечение жильем на выгодных условиях. Также еще есть возможность получения высшего бесплатного образования. В течение нескольких минут Алене выписывают необходимые бумаги. Объясняют, что и как ей необходимо пройти. Как говорят специалисты, примерить на себя военную форму Алена сможет уже скоро. Специалисты будут служить в военкомате. И на армении Ахметов приехал в отпуск. Служит парень по контракту на Дальнем Востоке. Говорит, все устраивает. Майя собирается перевозить туда жену. Какие плюсы? То есть в данный момент плюс это зарплата. То есть в данный момент я рядовым получаю 301 тысячу. Плюс еда, одежда. Предоставляется жилье. Служебная квартира, если ты женатый. Общежитие, если ты не женатый, тоже предоставляется. Попасть на службу по контракту может любой нижнекамец, не имеющий судимости, годный по состоянию здоровья и даже те, кто не служил в срочную службу. Сотрудники военкомата надеются, что в их информационный фонд будут чаще приходить мужчины, а не женщины. Евгений Авдеев, Лисан Саитова, Афир 24. Евгений Авдеев, Лисан Саитова, Афир 24.